Привет, друзья! Я рад всех вас видеть. Надеюсь, и вы рады меня видеть. Итак, у нас открылся сезон охоты на сурка. С 1 июля в Алтайском крае. Ну и, соответственно, сегодня я планирую поохотиться. Охота будет у меня проходить в довольно-таки комфортном для меня месте. Комфортное в плане чего? Комфортное в плане обзорности, комфортное в плане видимости сурчин. В общем, в этот раз я буду охотиться на сурчинах, расположенных на фермерских полях. Сурки у нас не смущаются. Они прямо посреди полей. Там морковка. Как правило, в основном, это вот там они сурчины выкапывают. Свои там живут, там питаются. Вот, поэтому здесь порядка 4 колоний, которые я облюбовал, присмотрел для этих целей. Ну вот, попробуем. Что-нибудь хорошее, надеюсь, получится. Ни пуха, ни пера. Значит, пару слов еще о самой охоте. Охотиться я буду со своим гладкоствольным ружьем. Я охочусь с гладкостволом. 12-й калибр. Ну, видите сами, да? Вертикалочка, двустволочка. Поэтому выстрелы на коротке. Метод из засидки. Знаем, где сурчина. Приходим на месте, маскируемся, либо просто ложимся. Либо из палатки засидки, как я охотился ранее. Либо просто можно залечь в траву, например, да? И ждем появления сурка. Ждем появления сурка. Видим его, не двигаемся, ни в коем случае, ни звуком, ни шевелением своим. Не даем ему возможности нас обнаружить, испугаться, убежать назад к себе в нору. Нет. Сидим или лежим, ждем. Сурок показался. Сурок вылез из норы. Огляделся, присмотрелся. Столбиком постоял, посмотрел по сторонам опасности. Не увидел. Отошел от сурчины. Вот когда он отошел от сурчины, тогда это наш, собственно, наш клиент, как говорится. Самый оптимальный вариант для выстрела, момент, это когда сурок встает осматриваться. То есть он вдалеке от сурчины отошел от нее, встал столбиком. Это самый оптимальный момент для выстрела. Все, стреляем. Если расстояние у вас небольшое, то сурок наверняка ваш. Один выстрел, один патрон, один сурок. Все, как правило, у меня вот так охота это и проходит. Полить куда-то с дальнего расстояния, наугад, на авось, я никому не рекомендую. И думаю, такое вообще практиковаться никогда не должно. Сурок на рану крепкий. Вы в него выстрелите, раните, даже смертельно раненый. Он в нору занырнет, скатится туда. У него нора глубоко уходит, вертикально вниз. Вот, он туда скатится, вы его достать не сможете. И животина все пропала, то есть зря загубили животное. Поэтому стреляем наверняка, стреляем. Еще раз говорю, один выстрел, один сурок. Вот так вот. Ну все, теперь с нотациями точно закончено, с лекциями со всякими. Теперь идем охотиться. Как вы могли заметить, на голове у меня нет экшн-камеры. Собираясь в спешке, я забыл ее взять с собой. И эта забывчивость сыграла со мной злую шутку. Но об этом чуть позже. Сурки оказались на местах. Грелись на солнышке, питались, занимались своими повседневными делами. Проверив пару колоний, я решил устроить засидку на третьей из четырех мною облюбованных. Осторожно подойдя к выбранной мною сурчине, я издалека недолго понаблюдал за байбаками. После чего, намеренно не таясь, напевая под нос песенку, показался суркам. Помешков несколько секунд, сказывается их природное любопытство, зверки скрылись в норе, а я тут же, не теряя времени, бросился бежать на противоположную сторону. И там упал в морковную ботву. Я только-только успел устроиться, поудобнее уложив рюкзак, заняв позу для длительного ожидания и установив штатив с камерой, как над сурчиной норой показалась голова байбака. Мне пришлось замереть в ожидании удобного момента для выстрела, а камера так и осталась не включенной. Экшн-камера могла бы отчасти восполнить этот пробел, но она осталась дома. Камеру я включил сразу после выстрела, и на видео можно увидеть еще не осевшую пыль от заряда дроби, но сам выстрел остался за кадром. Добыть сурок. Вот такой сурочек добыт. С полем, друзья, с полем. Ну вот, добыт сурок. Как видите, с гладкоствольным ружьем вполне можно охотиться. Не слишком крупный, конечно, экземпляр, но нормальный такой, хорошенький сурочек, в принципе, добыт. Сам выстрел, к сожалению, заснять не получилось. В тот момент, когда я уже занял позицию, не успел включить камеру, показались сурки, шевелиться уже было нельзя, поэтому сидел, выжидал. Этот сурок добыт, как вы видите, на фермерском поле. Здесь выращивают морковь. Сурчина прямо посреди поля у него расположена. Собственно, в пользу этого места открытость, доступность, обзорность сыграли свою роль. Ну и с фермером я общался. Очень он меня просил прорядить поголовье сурка. Сурок здесь есть, поэтому фермер как может с сурком борется. Так что, выполняем регулирование численности, помимо всего прочего. Помогаем нашему сельскому хозяйству. Вот такая довольно скоротечная охота на сурка получилась у меня в этот раз. Да и видео в целом вышло не совсем такое, как я планировал. Но впереди еще весь летний сезон, есть наработанный материал и определенные задумки. Было бы только время на видеомонтаж. Не забудьте подписаться на канал, лайком или дизлайком оценить мою работу. Оставляйте свои комментарии, вопросы, обязательно отвечу всем. До новых встреч, друзья. Всем ни пуха, ни пера. Субтитры подогнал «Симон»!